Товарищи, известно, что у нас были два мыслителя выдающихся в 19 веке, Марк Цендес. И, в общем-то, они были практически на равных. И более того, как где-то было сказано, если бы не работа Энгельса, поражение рабочего класса в Англии, то Маркс не стал бы марксистом. И многие работы начального этапа, подписанные Маркс и Энгельс, писал на самом деле Энгельс, а Маркс там появился потому, что редакция газеты публиковала только материалы своих сотрудников. И потому Энгельсу приходилось брать в соавтор Маркса. И тем не менее мы говорим марксизм, потому что именно Маркс написал одну из величайших книг в истории человечества. Книгу, которая подробно разбирает товарное хозяйство, высшую форму этого товарного хозяйства капитализм. И на основе этого анализа делается ряд выводов, в том числе и устремленных в будущее, о том, как человечество будет развиваться в дальнейшем, какие общественные силы вызовут это развитие и что нас ждет в будущем. Книга эта глубоко научна, она истинна, и поэтому в общем-то рекомендуется всячески тем, кто хочет познать истину, эту книгу изучать. Капитар, как писал Рейнер, невозможно парне понять логику Капитара, особенно его первого тома, не простудировав полностью науки логики Гегеля. И тем более невозможно было бы написать его, не простудировав в этой науке логики. В этой связи вот очень интересный отзыв о Капитаре, такого экономиста, когда я был молодой, он был еще жив и довольно известен, Василий Леонтьев, ловля Нобелевской премии по экономике. Маркс был величайший он Санта-Кун капиталистической системы. Его теории были не всегда последовательны. То есть, почему это непоследовательно казались товарищу Леонтьеву? А он не понимал диалектики вполне. Я думаю, вообще не понимал. А для человека, не понимающего диалектикой, скажем, Гегеля почитать, там все непоследовательно. То там ничто и бытие одно и то же, то нет ничего более разного, чем ничто и бытие. Ну, товарищ Гегель, вы остановитесь на чем-нибудь одном. Ну, вот и так, и так. Так что, поэтому здесь удивляться этому не приходится, что он его не понял. И далее, интересно, у Леонтьева. Их слабость проявляется, когда экономисты, ненаделенные здравым смыслом Маркса, пытаются развивать его тюби. Но здравый смысл здесь, конечно, ни при чем. Гегель говорит, что здравый смысл хорош на кухне. А здесь, конечно, именно от понимания диалектики Марксом. И когда действительно советские экономисты, неврадеющие диалектикой, пытались что-то его развить, то тут ничего не получалось. Получились пожары только у товарищей Доргова, Имеева, Попова, создавших теорию потребительной стоимости, политэкономию, социализма. Но это уже другая история. А многие учебники совершенно беспомощны. И далее товарищ Леонтьев пишет. Если некто захочет узнать, что представляет собой прибыль, заработная плата, капиталистическое предприятие, он может получить в трех томах капитала более геористичную и качественную информацию с первого источника. Чем в дюжине учебников. Чем в десяти отчетах бюро переписи США. Но это, видимо, достаточно серьезная книга. И даже в собрании сочинений Торстена Веглина. Но это, видимо, большой авторитет Бахта в конце 30-х годов. То есть, вот не надо учебников учить политэкономии по Марксу. И здесь нельзя не вспомнить, что работа Сталина «Экономические проблемы социализма», в которой Сталин, в общем-то, высказав ошибочное осуждение о действии закона стоимости в области производства средств потребления, это было не что иное, как своего рода рецензия, слова в дискуссии по поводу учебника политэкономии тогдашнего. И здесь не Сталин, в общем-то, этих заблоков. Сталин внимательно проштудировал этот учебник политэкономии, написанный кем-то там. И после этого вот высказался, ну а чужая логика всегда убеждает, а Сталин, в общем-то, сильным политэкономом, по жару я не знаю, его сильная политэкономическая работа. Так же, как и неизвестно, штудировали без товарища Сталин подробнейшие деления. И вот таким образом данный учебник и работа Сталина, она заражила многие наши дальнейшие проблемы. Ну а что представляет из себя «Капитал»? «Капитал» представляет из себя три тома. Первый том – это провинцесс производства «Капитала». В сочинениях десятитомных, которые в долгое время продавались вот здесь, в РКРП, и которых сейчас, к сожалению, не осталось уже, это седьмой том из этого десятитомника. Первый том «Капитала» – производства «Капитала». Второй том, который был подготовлен к печати, это единственный из трех томов, который был подготовлен к печати лично Марксом, и произошло это в 1867 году. Значит, далее. У нас в 1885 году был издан второй том. Это процесс обращения «Капитала». Там рассматривается торговля, всякие вещи. Он был подготовлен к печати к Энгельсу, как и Энгельсом, как и третий том, процесс производства «Капитала» в ценном. Это сделал Энгельс, и третий том был издан в самом конце XIX века, в 1895 году. Было еще один том. Дело в том, что прежде чем написать «Капитал», Маркс проштудировал огромное количество литературы. И вот в «Капитале» повсеместно были ссылки на эту литературу с критическим разбором предыдущих. Ну, он-то не совсем в глубь веков шел, а он разбирал людей, которые занимались теориями прибавочной стоимости. И вот он потом уже, Энгельс в основном, это дело все выкусил и собрал четвертый том. А Кауский в 1905-1960 году издал этот четвертый том теории прибавочной стоимости. Но на самом деле это как бы получается том нулевой. Вот такая вот история «Капитала». Ну, в четвертый том или в нулевой том мы залезать не будем. Всего наши ограниченности по времени. Ну, а что касается первого тома, его почитать можно и нужно. Значит, ну, во-первых, вот что привлекло внимание, вот берем даже здесь предисловие. Предисловие подписано Институт марксизма-ленинизма. Так скромный, со вкусом видно весь институт писал, или как там оно было. И вот, в частности, здесь написано следующее. «Отрицание действия закона стоимости при социализме является теоретически несостоятельным и практически вредным. Принятая 27-м съездом КПСС новая редакция программы КПСС и так далее, тря-ля-ля». Могут сказать, что это Горбачевщина уже пошла. Но это еще задорога до Горбачева. Закон стоимости, якобы действующий при социализме. И товарность при социализме. И они начали торгить себе дорогу. И вот они ее себе проторили и снесли. И социализм, и Советский Союз. Поэтому, в общем-то, все, вот это вот, весь труд Маркса-капитал, он вертится вокруг товарного производства. И вертится, в частности, вокруг понятия товар. Вот ключевым понятием здесь является товар. Для того, чтобы понимать тенденции, что правильно, что неправильно, необходимо в самом начале понять, что такое товар. И вот, что мы видим. Вот если открыть том первый, Макс называл их книгами, книга первая, процесс производства капитала. Отдел первый, товар и деньги. Право первое, товар. Ну и пунктик первый, два фактора товара, по приведению стоимости стоимости. Вот на самой первой странице капитала мы читаем, что такое товар. Товар, пишет Маркс, это прежде всего внешний предмет, вещь, которая благодаря ее свойствам удовлетворяет какие-либо человеческие потребности. Но вот о стоимости, именовой стоимости, потребительной стоимости, мы, наверное, поговорим в следующий раз. А сейчас вот просто остановимся на том, что товар есть прежде всего внешний предмет, вещь. Вот это товар. И тут мы сразу же видим противоречие с тем фактом, когда продаются программы, продается право на исполнение какой-то песни и тому подобные вещи. Вот почему программа не может быть товаром? Почему тут такое, что вот только вещи, некие материальные объекты, которые могут быть товаром? Энергия может быть товаром. Но энергия тоже материальный объект. В чем программа не может быть товаром? Программистов наших здесь нет. Они бы... Вот заглядывая несколько вперед, определение товара, ну ничего страшного, можно так это самое. Вначале здесь про товар, это как вот в математике, да? Вначале точка там прямая, о них судачат, а потом мы уже узнаем как бы из математики, что такое точка, что такое прямая и так далее. Так же и здесь вот, забегая вперед, что определение товара кто-нибудь помнит? Товар? Продукт, произведенный для обмена. Совершенно верно. Борис Николаевич, товар, продукт, произведенный для обмена. А тут вспомним, что такое обмен? Процесс отчуждения и присвоения одновременно. Ой, значит, ну я скажу такое, что это взаимное отчуждение продуктов труда либо иной собственности по добровольному соглашению. И присвоения одновременно. Взаимное отчуждение. Ну это и взаимообусловленное. Или взаимоотчуждение. А? Взаимообусловленное. объектами, я вам отдаю свой материальный объект, вы мне отдаёте свой материальный объект, и у меня нет уже того материального объекта, который я вам отдам, а у вас нет того материального объекта, который вы мне отдали. И получается, говорят, да, обмен идеями. Но обмен идеями – это разговорное выражение, и к обмену в политэкономическом смысле этого слова оно никакого отношения не имеет. И таким образом получается, что мы видим, что, во-первых, вот выводы, вот даже прочитав самую первую страницу Капитара, вот уже можно сделать вывод, что программа товаром быть не может. Потому что товаром может быть диск, на который эту программу записал, товаром может быть бумажный какой-то носитель. То есть это можно продавать, ты распечатал, потратил труд, распечатал программу, ты продал, распечатал, но программа, собственно говоря, это не продажа. И вот интересно, в мире программирования был одновременно такой, можно сказать, первобытный коммунизм. Была такая книжка хорошая по вычислительным методам, и там у нее, в ней были программы, ну тогда еще это в 70-х годах, программы были относительно коротенькие на фортране, и там прямо в предисловии говорилось, что если нужно программу кому, вы ей пишите, мы можем высвать вам распечатки, чтобы вам не набирать из текста в книге, не утруждаться, мы вам вышлим перфокарты. Просто так вот вышлим перфокарты и все. А во втором издании этой книги, там уже писалось, что товарищи дорогие, вы имеете совесть, многие требуют, чтобы выслали им магнитную ленту, но магнитная лента, она же дорогущая, но вы все-таки это самое, не очень тут, а программы мы, пожалуйста, коротую перфокартов вам вышлим. Пишите. Это вот и проталит здесь дорожку Биргейтс, пресловутый, он на форуме где-то в середине 70-х годов, посвященных компьютеру Альтаев, они с дружком перед этим потратили довольно много времени и написали интерпретатор бейсика для этого компьютера, и привезли его с целью продавать. Они у них лежали, на перфоленте у них было. Кто-то быстро взял эту перфоленту, но люди старшего поколения могут видеть, как перфоратор работает, и вжиг ее, значит, пропустив через какое-то устройство и списав себе размножив этот бейсик. И все разорвали по рукам и довольные разъехали с этого форума. Бейс начал писать письма, вот всех собрал адреса, кто там был зарегистрированный, и начал им письма писать, что вот, вы имеете совесть, мы ничем другим не занимались, влезли в долги, писали этот интерпретатор, пришлите за него деньги, значит, он стоит столько-то. Там что-то человека четыре прислали с припиской «Нать и подавитесь», остальные проигнорировали, кто-то в суд подал за вымогательство, то есть это, вообще говоря, было не с чем-то совершенно диким. А сейчас мы видим вот эту борьбу с пиратством прислалутую, но которая, тем не менее, как-то она идет с очень переменным успехом. И здесь пока не очевидно, чем дело кончится. И, конечно, если та же Microsoft жестко зажмет бесплатное использование своих программ, она может это сделать через интернет, то, конечно, это придет просто к тому, настолько сейчас распространены бесплатные системы, что просто на Microsoft никто не будет работать, никто не будет к ней привыкать, и никто, соответственно, не будет покупать. Так что это вот здесь видно, что это вот грубое нарушение законов политэкономии, продажа программ за деньги. Ну и, в общем-то, товаром иногда, так сказать, люди-обыватели склонны все что угодно, там, любовь в товар, какие-то митинги с лозунгом «Мир не товар». Конечно, мир не товар, но все что забудет вообще. На самом деле, конечно, это никак к товару не относится, а люди могут возблагодарять друг друга за что угодно. За красивые гроза, за то, что я что-то знаю, я не скажу никому, еще за что-то. И за это можно возблагодарять, но это никак не значит, что морчание товар, красивые гроза товар и так далее. Это первое. Второе. Вот были ли все-таки товары при социализме у нас? Возможно ли наличие товаров в социалистической экономике? Если нет, то почему? Или вот, забегая несколько вперед, деньги – это особый, так сказать, вид товара, как мы знаем. Это самое. Были ли деньги при капитализме? Ой, при социализме. Социалистической экономике товара нет. Это да, это у вас утверждение верное. А почему? Вот написано, культ товары. Товары культа. А это не товары. Товарно-денежные отношения были, Борис Николаевич? Были. Были? Конечно. Были товары и деньги? Социализмами были товары и были деньги, потому что были отдельные производители товаров. Не было капиталистов, но был отдельный производитель. Я могу продать. И они обменивались? Конечно, обменивались. Раз обменивались, значит, был товар. Кто с кем обменивался? Кировский завод с Абуховским заводом Кировские, а частные граждане могли обмениваться И были товары Ну и что, это какой-то заметный вкрад Вы спрашиваете, было или нет Они про заметный вклад Они говорят, что были Можно сказать, это периферия Да, это периферия Совершенно верно Заметного вкрада это не товары Это даже не в парне социализм Вот эти остатки Это вообще не социализм Это вне социализма Они существуют, как пережитки капитализма Это не присуще При социализме, между прочим, и классовые различия Существуют еще, и классы существуют Но как умирающие, в своем умирании Можно даже сказать, что они И существуют Они умирают Они есть, но они умирают Они не как сущие, как присущие социализму А вот как они как умирающие Социализм это первая фаза коммунизма Коммунизм – это бескрасовое общество. И красопы не умирают. Точно так же эта сфера тоже умирает, но сколько-нибудь заметного нет здесь влияния. А вот все-таки экономика – это в целом социалистическая. Можно ли говорить, что она на товарных начатах работает? Нет, это не товарные. Принцип удовлетворения потребностей и повышения уровня благосостояния и развития граждан. Продукты делаются по плану для удовлетворения потребностей и не для продажи, а для просто распределения такого. Для распределения. А вот рубли советские, вот, кстати, вот, даже вот он есть у меня. Вот не надо копить сокровища. Это уже товар. Это товар? Это уже, да. В 61-м году. Почему сейчас? Мы даже не говорим о том, что сейчас его можно загнать коллекционерам. Это другое, да. А вот там, Иван Михайлович, написано, что обеспечен этот рубль, чем? Во-первых, тут написано «Государственный казначейский билет». Вот если вы почитаете свои купюры, что написано, там написано «Билет Банка России». Не государственный. Там нарисовано нечто двуглавое, но это не герб России. Это роготип Банка России. Они, по-моему, поменяли ее недавно. Они, по-моему, поменяли ее. А вот монетный, герб, но ничего. А вот здесь до этого был герб. А особо государственный есть или изображение похожее на герб? Вот герб, пожалуйста, Российской Федерации. Виктор Иванович, это герб или что-то похожее? Я просто не вижу отсюда. Нет, это другие, вы меня как эксперты берете. До этого был герб временного правительства, без короны, без... Это роготип Банка России. Нет, это герб. Ну, это вообще похоже. А сейчас сделали с короной. Это похоже, да. Какие-то здесь подвижки есть. Но если вы посмотрите на купюры, на тысячную в частности, то вы увидите там... Это самое. Вы знаете, возьмите это. Это все не деньги, это заменители денег. Вот. Значит, потом... Курночийский билет там написано. И курица там поникшая. Это роготип Банка России. Вот. Вот, и потом. Вот на советском рубле тут совершенно верно написано. Государственные карночийские билеты обеспечиваются всем достоянием, то есть, очень... Союза СССР и обязательно к приему на всей территории. Ну, вообще, короче, вот такое вот. Они обеспечиваются имуществом. На этой банкноте вы такого не найдете. Вот выдавал вам билет на балет, гражданин Госбанк. Ну, вот, изводите, можете принимать, можете в углу выкинуть ваше право. Вот. Это вот... Ну, и тем не менее, как ни парадоксально, ну, вот эти вот штучки, они... Ну, они не деньги, конечно, они заменители денег. То есть, они, можно сказать, ближе к деньгам, чем вот этот вот советский рубль. А вот такой советский рубль. Это трудовая квитанция. Вы отработали, вы получили соответствие своим трудовым вкладам. Вот, скажем, мы вот все собрались летом, картошку посеяли, потом собрали, заражили, образовалось какое-то количество картошки. Мы ее... И каждый из нас, да, все работали разное количество времени, мы трудодни учитывали. Вот мы что делаем в конце? Мы общее количество картошки, делим на количество общей трудодней, получаем цену у картошки одного трудодня. И вот, в соответствии с количеством трудодней, мы каждому раздаем талончики, квитанции трудовые, что ты можешь получить только-то картошки. Приходи и забирай. Тут более сложная ситуация, потому что тут много товаров, но суть та же самая. А на практике, конечно же, что американский рабочий, получив свои заменители денег, ну, или деньги, можно сказать, в первом приближении, шел в магазин и покупал на них товары. И что советский рабочий получал свои трудовые квитанции, шел в якобы магазин и получал там продукты по распределению. Это выглядело практически одинаково со стороны. А где начинались проблемы? А проблемы начинались там, что если представить себе, что вот этих трудовых квитанций вы накопили бы очень много. И здесь вот пример со стапом Вентера, он вот как раз очень актуален. Потому как видно, что с большим количеством денег в Советском Союзе ничего не купишь. Проблема начинается уже даже, когда человек на машине себе скапливал. Уже выяснилось, что денег тут недостаточно, надо постоять в очереди, на предприятии записаться, еще как-то. Ну, а если большие деньги, ну, имея миллион, ну и что? Ну, пошел в ресторан, раз сходят, два сходят, все это миллион без какой-то мерочи. То есть, потому что это не деньги, на них нельзя было купить особняк, нельзя было купить там участок какой-то, нельзя было купить землю, средства производства, прунт там, еще чего-то. То есть, это вот именно трудовые квитанции, где продукты труда распределяются в соответствии с трудовым вкладом. И только, другой, двоистной формы не было, при обмене между гражданами, они как, трудовые квитанции выступали? Да, в меня они были. При обмене между гражданами, еще раз, значит, Александр Владимирович, вот вы в химчистку сдали свою рубашку, вот вы получили свою рубашку из химчистки, она чистая или грязная? Вы ее несете домой. Чистая. Конечно, чистая, да все видят. А вы знаете, сколько на ней молекул грязи? А если взять микроскоп, то там посмотреть, там ужас что! Поэтому в целом она чистая, в целом социалистическая экономика таких вещей не предусматривает. И потом, значит, еще раз забегая вперед, опять же, мы знаем, что регулятором товарной экономики выступает у нас закон стоимости, который определяет цену товара. Как определялась цена товаров на кархозном рынке? Она определялась очень просто. Где-то в два раза больше, чем в государстве. Вот я застал время в 70-х, в начале 80-х, когда клубнику мне еще покупали там. Вот. Это самое. В государственных магазинах клубника была редкой, по 2 рубля килограмм. На рынке 4 рубля. Отборная там 4,50-5 рублей. И бабушка приходит на рынок торговать клубникой, она у входа сразу сказала, «Почем сегодня клубника?» Их там говорят 4 рубля, ну и все на 4 рубля, так сказать. А это даже уже в более поздние времена. В советские у меня никто ничего не спрашивал. 4 рубля продаешь. То есть, тут не законом стоимости эти регулировались цены и так далее, а регулировались главные регуляторы, здесь был государство, государственная экономика. и она определяла цены на рынке. Если государство где-то давало сбой в каких-то товарах, ну да, цена на эти товары тогда могла возрастать. Но в целом, вот, это некая закономерность, мясо было где-то по 4 рубля, в государстве 2 рубля, а на рынке 4 рубля. То есть, где-то вот в 2 раза там держалась цена выше государственной. А вот так оно примерно и обстояло. А стоимость... То есть, вы хотите сказать, что у клубники, произведенной бабушкой, стоимости не было? Стоимость была, но не она лежала в основе ценообразования. А лежала, потому что государственная экономика, она нет и капитализме, и цена есть денежное выражение стоимости. Это не следует понимать, как определение цены, а это именно отражает тот факт, что цена товара, она стремится к его стоимости. Но это мы немножечко здесь забегаем вперед. А при социализме, когда давлеет государство, мощнейший монополист, то именно это и происходит. Значит, а в чем выражается товарность? Все-таки, вот как момент, при социализме, не берем сейчас бабушек на базарисах, а вот в работе госсектора, в чем может выражаться товарность? То есть мы разобрались, что несмотря на термин товарно-денежные отношения, товаров при социализме нет, и денег при социализме нет. Иван Михайлович, я бы вас понял, мы не разобрались. Вы ушли далеко вперед, но я боюсь, что не разобрались. Мы разобрались в том, что... Вот смотрите, вы совершенно правильно поставили вопрос. Наиболее затуманенный был в советское время. Все поставлено с ног на голову, и вы в максимально популярной форме сейчас это пытаетесь объяснить. Но чтобы ответить на вопросы, были ли при социализме деньги, товар, цена, надо знать, что это такое. А для того, чтобы это знать, надо пройти всю цепочку, хотя бы первой главой. подальше, да, это некоторое забегание. Да, конечно, я не спорю. А забегание, и раз, скажем, слушатели, вот это еще не прошли, я думаю, будет масса вопросов. Может, вернуться? Так вопросов надо начально вернуться. А я... На какую стадию вернуться? Я сделал маленькое замечание, не замечание, а дополнение к вашему началу. Да, надо обязательно. Ведь до того, как Марс начал с определения товара, товар, там, это вещь и так далее. А еще, по-моему, не определение. Можно сказать, что это определение? Это некоторое такое осуждение в начале. Я не об этом. А до этого у нее еще есть абзац. И он звучит приблизительно следующим образом, что богатство капиталистических обществ скопление товара. А товар из его элементарная клеточка. Да, да, да. Вот маленькое отступление, да не комментарий, конечно, не могу комментировать капитал. Ведь капитал основан на чем? На геггерской диалектике, примененной конкретному предмету, а именно капиталистическому способу производства и соответствующим производственным отношениям. а вспомним как у геггеля. Что такое начало? Не развито результат. Начало это не развито результат. А результат что такое? Развитое начало. начало исследования еще раз не развито результат. Что это означает? В этом начале в данном случае в этой элементарной клеточке буржуазного общества, а именно категории товар, заключены все последующие понятия, категории, законы, противоречия, но еще не развито видит. И вот развитие рассмотрения этого товара позволит все последующие категории противоречия всего буржуазного общества. Поэтому вы сделали совершенно правильный первый шаг. Товар это вещь благо, обладаешь потребительной стоимостью, мне кажется, дальше надо пойти. А с другой стороны товар это что такое? Уменовая стоимость, это уменовая стоимость, затраченный труд. Вот и что до него нужно добежать все-таки. Смотрите еще раз, товар с одной стороны это потребительная стоимость. Вот я как по-простому понимаю. Потребительная стоимость это что такое? Благо, это свойство удовлетворять ту или иную человеческую потребность. Вот возьмем мы сейчас буржуазном обществе на все товары здесь. Вот очки на столе лежат. Потребительная стоимость очков какая-то? Молчат гривен, ручка. Это что такое? Потребительная стоимость совсем другая. Телефон кто-то там звенит. Но потребительная стоимость тоже совершенно отлично. И в этом плане товары они неспоставимы. Потому что потребительные стоимости они совершенно разные. минусы с другой стороны в процессе обмена котом совершенно правильно сказали вот эти совершенно разные потребительные стоимости они приравнуются. И между этими разными товарами ставится знак равно. возникает противоречие почему это совершенно разные потребительные стоимости при разности другого. Причем определенных пропорциях. что минус стоимость это что такое? Это определенная пропорция в которой один товар объединится на долг. Количественная пропорция. И вот Марс дальше пишет что вывод один. Значит в этих совершенно различных потребительных стоимости есть что-то в общем. всех. Да. И вот Марс таким образом напал в этой вменовой стоимости он напал на след стоимости. И вот этот труд он такой абстрактный общий и как субстанция этой всей этой общей основы они тут стоимость. То есть вот таким образом идет логическая цепочка Марс сказать шаг за шагом идет напал на след скрывающийся миновой стоимости стоимости. Я к чему так сказать стараюсь более подробно говорить опять-таки поскольку вы все хорошо знаете что без науки логики Гегеля здесь не обошлось без директического метода а кто изучал изучает науку логики знает что там нельзя буквально прыгать скакать туда-сюда надо идти последовательно и тогда получается вся эта цепочка доказательных да из последующей вводится то есть предыдущей вводится последующая то есть получается что стоимость да и поскольку он таким образом пришел к стоимости вы начинаете ее рассматривать вот я предлагаю таким путем идти потихонечку текстуально может быть конечно это будет тяжело и очень вы максимально популярно делать я понимаю какой-то баланс надо найти я вот думал о другом что это самое что вот в такой вот форме совершенно верно вот популярно привлекая внимание все-таки с одной стороны популярно а с другой стороны концентрируя внимание на основных противоречиях каких-то и нюансах потому что это вообще крупное противоречие как борьба товарников и нетоварников нашей экономики начиная с 70-х годов вот это самое нащупать вот именно вот где-то вот может прыгая вот как лягушка с кочки на кочку имея в виду что все-таки наши эти занятия они даже по времени ни в коем случае не заменят самостоятельного чтения капитана и просто вот здесь вот ну не то чтобы чтением занимаясь а вот даже вот так вот как вы раз вот предлагаете разматывать на занятиях это все вот может быть так и не надо потому что все-таки капитан он проще усвоения нежели наука логики гегеля вот попой вот если бы попов начал бы так науку логики гегеля на кружке преподавать то это наверное было бы действительно там вот так прыгать а потом так популярно вот как он в социальной диалектике там на примерах исторических объясняет да вот где-то социальная диалектика вот это такой вот путь что вот от определения к определению с большим количеством примеров из социальной жизни но изучив вот эту социальную диалектику конечно она не заменит занятий Михаила Васильевича потому что это вот тоже нужно капитал все-таки мне показался попроще усвоение и он вполне может быть товаривающими усваиваем а если мы вот здесь на занятии зададим некоторые узры такие вот ключевые точки вот скажем сегодня товар и вот так сказать на следующем занятии скажем понятие стоимости развернем более подробно где-то вот тоже вот почему вот стоимость потребительная стоимость и стоимость с одной стороны две стороны товара это разное но они вот и они даже говорят что неудачно даже то что слово одно используется для обозначения этих разных качеств товара или свойств как даже правильно я не знаю вот и то что товар может быть только то что обладает и потребительной стоимостью и именовой стоимостью это необходимые условия для того чтобы товар без любого из этого не будет товара совершенно верно вот это вот как-то вот и здесь вот закону стоимости подойти как вот он упорняется не упорняется ну то есть вот то вот так вы где-то попробуем делали налоги логики дело в том что капитал если вы не начинаете читать сначала не поймешь не как то же самое как вы сейчас приводите примеры бо они почитать вообще не понятно л 되고 который только начали считать когда вы говорите о стоимости مسоциализме была она и не было говорить про капиталистическую камуку coal это же раз Blessed Mac então рассматривает новую экономику и только потом переходит Astrid депродукция экономики это разные вещи в том смысле что конечно капиталистическая экономика это развитие товарной экономики, но там есть существенное отличие. При капитализме все становится товаром, в том числе возникает товар рабочая сила. Если мы не поймем, что такое товар изначально, что это такое, что такое стоимость четко, что такое стоимость, что такое меновая стоимость, что такое потребительная стоимость, тогда мы не поймем, что такое деньги. Если мы не поймем, что такое деньги, то уже обсуждать это очень сложно. Про билеты банка, а у денег есть стоимость. Во-первых, деньги – это товар, поварцы. Это товар. Не замените ли денег, а именно деньги. А вот свойство его, как денежные знаки, как всеобщие деньги, как капитал, это тоже может иметь денежную форму, правильно? И если мы не начнем это рассматривать прямо с первой главы и так вот не пойдем, как написано, то мы запутаемся и свои цели, я считаю, не достиг. То есть вы считаете, что здесь… У нас есть пример нашего кружка, который был у нас, где-то рассматривался. Я считаю, что оно дольше, конечно, длится. Нет, дело не в том, что дольше, не дольше. Но вот думаете, у вас все-таки последовательно, вот так же, как Михаил Васильевич читает? Ну, может быть, я… Или так же, потому что капитал – это не наукологике, а именно… Я просто капитал, так сказать, ну, я вот его третий раз тут прочитал недавно. Может быть, вы правы, что как-то я, вот так сказать, к нему подхожу несколько легковесно, а так вот, может быть, и непонятно то, что я говорю, это, может быть, так оно и есть. Причем в процессе он усложняется, второй там значительно уже сложнее. Понятно. Мне показалось, что здесь легче. Если подготовленные люди, то можно вот так перескакивать. Это будет, наверное, правильно. Здесь же частично подготовленные. Например, Дизг, Альсан Владимирович, Харьков. Нет, ну, больше не везут, я не пропил. Они другие так, и другие ходили. Сколько занятий прошло? Мы полностью до… Первый, второй тонн. Нет, не слабая у них подготовка была, кто-то… А кто-то, товарищи, который начинает сначала. Ну, что, сначала началось? Ну, надо с нуля, наверное, начать и подробно разбирать, несмотря на то, что Альсан Владимирович имеет большие знания в этом. Мы же не про Альсан Владимировича. И я, к примеру, говорю. Мы не про всех. Да, ну, кто-то вообще с нуля. Значит, вот человек, который с нуля должен, прочитал главу, и своими словами… Человек, если я где-то приехал, знания получать, он не проходил в прошлом году или позапрошлом, когда вы там изучали? Ну, конечно, ему надо с нуля. И таких тоже много. Мы изучали, как каждый человек, каждый член Кушкан готовил какую-то главу. Вот сегодня один готовит, завтра другой. И пытался ее рассказать. Это, кстати, тоже могут. Пытался ее передать в пользу, скажем, что первоисточникам, если уж совсем ничего зачитывал, но пытался пересказать ее с Саниславом. Если он где-то ошибался, мы помогали. Или вместе пытались это понять. Потому что там есть такие вещи, которые можно понять, наверное, на доске писать схему только так. Без ручки, без календаша не понять. Ну, я думаю, вот пока Иван Михайлович держит деньги, надо вспомнить… Уже не деньги. Уже не деньги. Да, уже не деньги. Уже не деньги. Надо вспомнить историю развития денег. Давайте вот тоже вспомним. Когда-то действительно обменивали там яблочки, у кого-то кто-то корзины плел, потом лапки были песцовые, меняли на любой другой товар, этих лапок не хватало, потом стали отливать прутья, рубили, отсюда и пошло название рубль, поскольку рубили там медные, серебряные, золотые, на пятак можно на другую. Потом технология росла, стали деньги отливать вместо рубки, но уже рубль сохранил свое. И потом, когда уже развивалась экономика, то понимали, в 1913 году, уже у нас пятая экономика была в мире, Россия занимала лучше царский год. И тогда что происходило? Что ведущих пять экономик свободно обменивали деньги на любой другой товар. Но это только в пяти странах было, куда и входил рубль. Почему? Потому что на эту валюту, как зарождалось, потому что были золотые деньги, серебряные, их положили настоящие деньги в банк. Сильно пошли вперед. Нет, нет, но это надо вспомнить тоже. А эти деньги настоящие выпустили, выпустили вот эти представители денег. Но они были обеспечены теми деньгами. И в парне даже знают такое деньги. Нет, подожди, подожди. Подожди, мы знаем, мы знаем, как-то не больше. Не знаем еще, что такое деньги. Хорошо, хорошо. Я хочу подойти вот к этой 10-рублевой, да, я смотрю, 10-рублевая, советская. Но я хочу подойти, что все-таки вот это были тогда обеспечены. Да, это не деньги, Борис Николаевич. Мы только что говорили, что это не деньги. Деньги – это товар. А товаров не было в социалистической экономике. Не разу социалистической, я же разу социалистической. Да, грубо и рубль этот, он, советский. Да я к нему еще не подошел. Да вот не надо, Борис Николаевич, вы отвлекаетесь. Хорошо, Иван Николаевич. Давайте, у нас будет через занятие, через пару там помянем деньги. Хорошо. И сейчас, а вот по поводу товара все-таки, вот что я считаю необходимым еще отметить. Товар, он обладает таким свойством, что будете посеянным, как головы в Маркс, если посеешь товар, то непременно вырастет капитализм. Так было и в исторической перспективе всего человечества, когда первобытная община сначала вот без капиталистов, как совершенно верно Александр Владимирович сказал, там какое-то премия принесло песцовые шкурки, другое там обсидиановые эти ножи, чтобы эти шкурки выдержать, они обменялись и разошлись. Никто никого не эксплуатировал, ничего. Но это уже заражило зерна капитализма и прошли через, в принципе, эксплуататорские формации, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, они все товарные. Товары были всегда при них. Но, скажем, почему они не носили тотального характера? Потому что при рабовладении, да, был там рынок рабов. Ну вот, скажем, я вас всех купил и веду к себе куда-то там. Поведу. Все, рынок кончился. Товары кончились. Теперь, так сказать, рабы, они там и вино дегонят, и пшеницу, и хлеб пекут, там и ткут, и хорошего раба, ювелира, если я заимел, он, значит, вот это перстеньки там делает, все такое. И все-все-все-все делают, так сказать, рабы. И то же самое было, в общем-то, и в помещичьей России, где крестьяне там выбирались на рынок, ну да, там выбирались, там ружьишко купить, самовар, но в целом крестьянское хозяйство было патриархальным, натуральным, и помещики тоже они в основном кормили с трудом своих крестьян. Что-то они там покупали во Франции, там где-то что-то покупали, заказывали, но в целом, в целом, это была очень суженная сфера. Но тем не менее, вот товар вот этот, он точил, точил все эти сферы, и вот на место патриархальным вот этим отношениям, когда там помещик-отец родной, крестьяне его дети и так далее, всему этому пришла эпоха капитализма, когда с товаром стала рабочая сила, и когда товар тотально проник во все сферы экономики, вся экономика стала тотально товарной. Но правда, по мере развития капитализма стали появляться монополии, где эта товарность уже стала подрываться изнутри, потому что внутри монополии там уже товаров нет. На большом заводе, если кто-то там, литейный цех там вьет поковки, потом кузнечный цех их кует, обрабатывающий цех их обрабатывает, там и так далее, то это вообще главное движение товаров ни в коем случае. Это уже кооперация, сотрудничество. И вот этот подрыв товарности внутри капитализма, из него вот и вытекает со всей логической определенностью победа социализма. То есть, когда остается только лишь поменять руководство этих монополий и поставить их на благо всему обществу. Вот это вот то, что надо знать при движении товара. И это же надо понимать, так же, как вот первобытный коммунизм там тогда и разложился, так же вот с введением товарности, особенно после смерти Сталина, товар вот этот, узаконенный действием закона стоимости в области товаров народного потребления, как тогда говорили. И то, что товары при социализме есть, это вот в дискуссиях тех оно отражалось. И говорили о том, что надо дать больше свободы предприятиям, а это тоже элемент товарности. То есть, раз больше свободы, значит предприятие уже решает, что ему выгодно, что не выгодно. Можно вымывать дешевый ассортимент. Это уже элементы, это еще не рыночная экономика была, не товарная экономика, но уже подрывалась, запускался, элемент развивался, даже не запускался, он никуда и не девался, все и на дремах внутри. Но развивался элемент товарности, стихийности внутри экономики социалистической. И вот с этой же определенностью посеяли товар, получили на выходе капитализм. Вот это вот надо понимать, что вот товар, он к этому ведет совершенно неумолимо. Ну это в общем-то все, что я сегодня вот хотел так вкратце сказать о товаре, но и я думаю... Нет, это я ни в коем случае не знаю, что у нас все закончилось, я думаю, что это самое сейчас вот, может меня поправить чем-то, Виктор Иванович опять же. Нет, я не знаю. Вот, и я думаю, что вот игровую первую товар, вот хорошо бы нам всем прочитать до следующего раза. Я ее тоже прочитаю, потому что капитал его можно читать, ну не как науковой логике Гегель, а он не такой глубокий, но его можно читать, читать и читать. Это вот. Ну я расцениваю это как водная лекция такая, водная лекция обсуждения. То есть однозначно положительно, поскольку вы затронули такие злободневающие проблемы и при социализме, да, соотношения там непосредственно общественного производства и товарного, и даже до монополии дошли, надо сказать, определенных примеров. А как вот мы будем дальше? Есть предложение дальше. Да, да, да. Прослушали, можно так, конечно. Вот. У нас есть эта книга, у каждого есть, да? У всех. В хоть каком-то виде рекомендую, чтобы она была в бумажном виде. Она продается в букваиде, но правда дороговато. Нет, лучше всего покупать не в букваиде, если вот здесь сейчас и нету. Нету, есть. Сейчас мы это выяснимем, но лицо сказал, что нету. Ну, только в библиотеке. Лучше иметь свой библиотечный. Можно купить в интернете на сайте, допустим, Алип такой есть сайт, показать. Если в Питере... Как сайт? Алип.ру. Он торгует какой-то сайт, так скажем, буклинистический. Выпущено очень много этих, там, миллионы. Он в разных изданиях есть. Вот есть он в полном собрании, есть вот в избранном. Ну, не полное у нас там есть собрание сочинений. Сколько там? Сорок томов, да? Пятьдесят. Пятьдесят Маркса с Энгельсом. Ну, это не полное собрание, но на русском языке это самое большое издание. Вот. В нем это 23, 24, 25 тома. Четыре книги. 25-е там две части. Том один, книги две. Вот в этом это седьмой, восьмой и девятый тоже там две книги. Есть отдельно изданы несколько изданий. Ну, самая распространенная такая, беленькая книжка. 80, по-моему, вот это было. И 75-й или 80. Ну, неважно. В общем, книгу нужно иметь, и с ней ее нужно читать. Вот, допустим, у нас в следующем занятии будет первая глава, да? Мы берем эту первую главу. Нет, ведь первая глава, так сказать, мы как бы ее сегодня вот наметили. Мы ее наметили, но мы ее никак не доцелем. Там в целом разу ее... Вряд ли успеем первую главу. Да? Думаете, еще она неисчерпаема еще? Нет, не то, что она неисчерпаема. Давайте посмотрим. Это глава у нас... Сколько тут у нас страниц? Нет, естественно, прочитать ее надо всем одну главу. Глава это у нас... Сейчас это все сделает. Да. Глава первая, это аула, да? Тут она достаточно большая, да? Это одна из самых больших глав у нас. Это 80 почти страниц. Можно разделить на два занятия. Тут как бы... Как пойдет дело. Как пойдет дело. Но желательно прочитать ее... По стоимости поговорить в следующий раз. То есть с 35 по 82 страниц. Ну, это не так много. Она не очень сложная, наверное. А? Дальше сложнее, наверное, будет. Не, не то, что она не очень сложная. Но в данном случае она должна отложиться хорошо в голове. Стоимость это вот так. А ну, да, вы не разговариваете через пятницу или каждую пятницу? Нет, через пятницу. Через пятницу? Тогда, я думаю, тут проблем не будет. Значит, надо всем прочитать ее и разделить ее на, допустим, две-три части. Ну, допустим, два фактора товара. Форма стоимости. Полная, развернутая форму или всеобщего. По параграфам. По параграфам, да. А, Б, С, Д. Четыре параграфа. И четырем человеком подготовиться. И каждому доложить и обсудить это каждый этот самый. Ну, как вариант. Ну, вариант такой наиболее оптимальный. Ну, прочитать и готовым надо быть всем, то есть, если вы что-то не понимаете, ну, сделайте себе, так сказать, выписки какие-то, законспектируйте ее, и мы это разберем. То есть, желательно, естественно, как-то пытаться пересказать ее своими словами, как у другого. А, я думаю, что надо, чтобы все вы прочитали. Нет, прочитайте, обязательно должны все. А кто выступить, кто захочет, тот выступит. Может, скажется так, что никто не захочет. А может, статься так, что... А когда человек ответственный, а он никогда не докладывает, да? Мы кого-нибудь назначим, он возьмет, а не придет на следующий раз. Хорошо, возьмем другу, прочитаю, кто все. Ну, вы-то будете? Ну, я надеюсь. Вот, и вы возьмете на себя эту роль, если кто-то не придет, будете, вы докладывайте. К руководителю он так будет, деваться некуда. Вот так такая... Если так, наверное, подходить и взять по кружку диагерской диалектики, то если бы такой тоже подходит... Ну, там это не очень подходит. Там Михаил Васильевич резко выдается из нас всех. Если бы вот Виктор Иванович мог бы постоянно, на постоянной основе с нами проводить занятия... Только вот это занятие гарантировано. Ну, вот, вот, то-то и оно. Так что, поэтому тогда бы такая форма... Нет, тут-то, поскольку, вот, я считаю, что в данном случае, в отличие от науки логики Гигеля, тут не надо идти к лекциям, это не семинар, да? Ну, это похожий материал. Вот-вот, вспомните, что писал Владимир Ильич. То есть, нельзя вполне выполнять логики и капиталы, особенно его первой главы. Первой главы. А, первой главы. Я рекомендую прочитать, про что делать науку логики, после этого перейти. Давайте, вот, не будем. Там написано невозможно полностью. Это вы хотите отбить. Вот я, кстати, не в парне согласен с Михаилом Васильевичем, который говорит, что вот, невозможно применять, пока все не проштудируешь, вот эта ручка от рапаты, вот эта сама там рапата, вот этот шуруп, чтобы соединить ручку с рапатой, вот только все вместе будет работать. Во-первых, так сказать, можно копать и пахкой. Пахкой-копахкой. Можно копать и без пахки этим штыком. Можно даже шурупом копать. Пальцем можно. Нет, ну, это уже, так сказать, удобнее всем. Чем удобнее, пахкой или пальцем копать. Понятно. Вот, это самое. Ну, вот, и потом, как говорит Гегель, худший вид мышления, это мышление при помощи аналогии. Так что, поэтому здесь Михаил Васильевичу можно попенять на его рапату. И, конечно же, как мне видится, даже понимание самых основ гегелевской диалектики, вот, скажем, понятие категории становления, оно уже позволяет легче ориентироваться во многих исторических процессах. И то же самое и тут. И вот, в общем-то, тут, ну, это не культурная, конечно, фраза, Марс для капитана, для чайников. Но это вот где-то вот, ну, для занятых, скажем так. Вот где-то вот, ну, что-то такое заражить, конечно, основываясь на собственном прочтении. Ну, и не хотим быть чайниками, правильно? Хотим быть профессионалами, значит... Профессионалами – это тот, кто зарабатывает на этом деньги. Как это вы хотите? Хорошо, если вам не нравится, извините, неправильное слово. Мы хотим быть специалистами в капитале, специалистами. Значит, должны ставить себе нормальные задачи. Не чайники, а... Ну, вот, еще один есть у нас через пятницу, Александр Владимирович, я понял, уже выступить хочет. Не хочу, я могу сейчас выступить, ну, если там не пять минут дать. Ну, как же, там сам предлагал, что выкладывается. Во-первых, в главе, но, но, нужно, 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 чтобы это делали люди, которые начинают это читать. Потому что я в этом кружке, в котором у нас было 3-4 человека, я там готовил их очень часто и очень много. И могу сказать, вот, когда ты сам готовишь, особенно когда тебе выступают, намного лучше понимаешь, чем ты пришел, послушал. Ну, это вы все знаете. Так что, есть желающие? Да, есть. Вот, давайте. Ну, сначала пойдем. Вот первая глава – товар, да? Товар и деньги. Ну, то есть, начнем прямо с первого отдела. Предисловие не будем, так сказать, читать. Значит, товар и деньги. Вот мы вам поручим, значит, товар и деньги. Ну, тут у меня 35-я страница. Ну, в общем, глава первая – товар, и первые два параграфа. Первый и второй. Две формы товара и двойственный характер заключающих в товарах труда. Заключенных в товаре? Заключающих, щегося, извините. В товарах труда. Надо выбираться только исключительно на капитал, или можно, например, в современных каких-то? Нет, вы это прочитаете. Что вы поймете? Комментарии, как считаете, нужно говорить. Какие вы примеры из современности, пожалуйста? Ну, например, такой новый марксист Пол Кулшот, например, он неплохо сейчас описал современную теорию в Вене, опираясь на Маркс. Нет, мы сейчас Маркс изучаем. Ну, понятно. А что современного теория денег? Чем она не дожди-то? Мы еще до теории денег, товарищи, товарищи, одну секунду. Это вопрос хороший, но чтобы, так сказать, с кем-то полемизировать, надо, так сказать, первоисточник изучить. Поэтому вот вы готовите, там, вы можете свои примеры какие-то должен быть демократичным. Нет, ну, это демократизм. Главный, главный, товарищ Маркс. Демократизм в вашем исполнении мы видели неоднократно. В вашем тоже, так что сейчас не будем это обсуждать. Иван Михайлович, его главный задача. Иван Михайлович, я вас прошу, так сказать, не отвлекаться. Я не отвлекаюсь. Вы меня отвлекает, я не буду наставить. Могу, могу я распределить. Просто первое. Так, значит, первое, товар, товар. Значит, далее. Значит, у нас вот большой вопрос, конечно, это. Форма стоимости и лименовая стоимость. Вот кто бы это мог взять? Следующий, правильно? Да, следующий. Пункт, назовите номер. Какая разница? Форма стоимости, лименовая стоимость. Ну, третья, если так хотите. Она большая. Она большая, да, это достаточно крупный пункт. Значит, можно здесь им разделить. Значит, здесь есть у нас простая, единичная и случайная форма стоимости, относительная форма стоимости. Но здесь, конечно, сложно на 4 человека делить. Вот тут как-то это надо заранее, этот вопрос продумать. Одному надо здесь. А? Одному надо. В смысле, по одному? Ну, кто? Конечно. Ну, наверное, да. Значит, тогда простая, единичная и случайная форма стоимости. Кто возьмет? Не стесняйтесь, товарищи, ничего страшного. Да как сам, Владимир, может, вы не возьмете? Нет, может, не будет на следующем занятии. Все, может, не будет. Не будет, если вы будете. Так, давайте. Значит, это третий. Есть еще 10. А. Простая, единичная или случайная форма собственности. Что это? Стоимости. Форма стоимости и именовая стоимость. Значит, да, в третьем пункте под пункт А. Потому что сам третий пункт, он очень большой. Вот. Ну, и тут тогда можно и так, что это самое. Тогда еще два человека у нас, да? Б и С. Б это полная или развернутая форма стоимости. Кто возьмет? Стоп, не, это что-то неинтересно. Это что-то он только две страницы, 62. Это шестьдесят человек, бл***, формы стоимости. Один. Все формы стоимости? Весь третий пункт? Весь третий пункт, один человек? До денежных. А, до денежных. Форма стоимости именовая стоимостью один человек должен быть, да? Конечно. А, тогда третий пункт, за исключением под пункта Д. Это же развитие форм стоимости. Да? Да. Это форма стоимости. И Д – денежная форма стоимости. Может, тогда трех человек хватит на первый раз? Хватит. Это не долго, чтобы четыре человека. Мы можем зациклиться на самом первом. Главное, их запишите. Может быть, и то, что. Как это получается? Давай четвертую, а вот денежная что-то. Денежная форма. Да? Давай, попробуем. Да, пункт Д. До пятой формы. Можно записать, если товарищи будут помнить. Тогда это пройдет. Нет, у вас может товарищи не прийти, а… Значит, это как вы… Прочитаем. Другие присутствуют. Нет, естественно. Тут как вы… Так, первое. Товарищ Гарила, что у нас берет? Гарит? Товар. Ну, товар – это… Первый, второй пары. Товар – один, получается. Правильно? Товар – два. Товар – один. А? Нет. Это название. А. Тут название. Второе. Так. Вы берете, да? Ну, так смотрю. Третий – А, Б, С. Третий – А, Б, С. А, Б, С. Так, и третий выступающий – это Денис Павлович. Денежная форма. Денежная форма, да. Что я? Ну, вот. Ну, вот.